И погода. В Москве в ближайшие дни синоптики прогнозируют мокрый снег и около нуля. А по ночам температура будет опускаться до минусовых значений. На дорогах сильный гололед. ГИБДД призывает водителей быть внимательны и срочно поменять летнюю резину на зимнюю. Из-за гололеда уже выросло количество ДТП. Накануне на столичных трассах произошло сразу несколько крупных аварий. Повреждены десятки машин. Ну а сегодня мы получили кадры из Хабаровского края. На трассе Комсомольск-на-Амуре-Амурск иномарку при обгоне занесло и она врезалась в рейсовый автобус. Погибли три человека, находившиеся в легковушке. Трое пассажиров автобуса получили травмы. Ну и уже с этой ночи коммунальные службы Москвы начали обрабатывать дороги противогололедными реагентами. До конца сезона на столичной улице выльют тысячи тонн химикатов. Наш корреспондент Олег Глухих выяснял, все ли реагенты одинаково вредны. Мегаполис под названием Москва разрастается с огромной скоростью, пожирая оставшееся пространство, уничтожая последние островки зелени и лесные массивы. Человек постепенно изменяет свою среду обитания. За несколько лет, когда посыпали вот эту соль техническую на тротуарах и на проезжей части, ну были по сути дела сожжены все зеленые насаждения и деревья, и кустарники вдоль основных магистралей, где на большой скорости шло движение автотранспорта. Почему? Потому что колеса автотранспорта подымали разжиженный сильно соленый снег, воздух, он оседал на кроны деревьев и сжигал почки. То есть это не через почву происходило, а именно через воздушный контакт. Вот как специалисты из Вне охраны природы прогнозируют дальнейшее развитие. Сначала в городе исчезнет трава вдоль автотрасс, следом за ней животные и насекомые, которые обеспечивают круговорот веществ. Без органических соединений начнется деструктуризация почвы, следом за травой настанет очередь кустарников, и, наконец, начнется массовое вымирание деревьев. Промерзание почвы, непокрытой листвой и травой, приведет к уничтожению корневой системы в целом. Произошла, я бы так сказал, депрофессионализация нашего зеленого хозяйства Москвы. Насколько хватит наших зеленых насаждений при таком содержании? Ну, на 5 лет, на 7, ну максимум на 10. Потом начнется просто массовый падеж всего живого, что в городе есть. Останутся люди, там крысы и, наверное, больше ничего. Хуже всего в центре Москвы здесь уже сложно найти зеленый островок. И дело не только в том, что центр весь застроен. Особую роль в уничтожении травы, кустарников и деревьев в свое время сыграла обычная соль. И не только внутри садового кольца. Соль, так или иначе, присутствует во всех реагентах. В городских парковых зонах, на тротуарах и местах, где гуляют люди, а также домашние животные, не рекомендовано использовать соль в чистом виде. Вот, чтобы смягчить бред от данного товара, ее разбавляют всевозможными экологичными присадками, которые в совокупности являются собой антигололедный реагент. Москва и Московская область активно готовятся к снежному сезону. Тысячи тонн порошковых смесей завозят на складские территории. Это чистая техническая соль, хлорид натрия или хлорид кальция. Среди специалистов бытует мнение, что в таком климатическом поясе, как столичный регион, невозможно зимой обойтись без химических реагентов. Уж, конечно, нельзя от них полностью отказываться. Другой вопрос. Где и в каких пропорциях использовать эти вещества? На скоростных трассах и дорожных развязках в сильный снегопад реагенты вообще незаменимы. У дорогих химикатов по сравнению с технической солью есть одно важное преимущество. Их меньше используют на городских улицах именно из-за дороговизма. Такие препараты назвали хлоридами на основе тех же самых солей кальция, натрия либо магния с определенными добавками, так называемыми ингибиторами коррозии и прочими добавками, которые максимально смягчают вред наносимой экологии, природе, окружающей среды, животным, нашей одежде, обуви в частности. В парках, дворах и на тротуарах предписано сыпать крупный песок, либо мелкую гранитную крошку. Соблюдение этого правила остается на совести дворников. Другое дело дороги. Здесь соляной раствор разъедает лапы животных, портит обувь и вещи. Кожа становится очень жесткой, знаете, как заскорузлой. Замша тоже становится жесткой. И при ходьбе все равно ботинок у нас немножко деформируется. И при ходьбе у нас просто где попал реагент, кожа полопается. То же самое происходит и с заменителем. Поэтому обувь специалисты советуют обрабатывать водоотталкивающим спреем, а потом кремом. Если же на коже или замше уже появились солевые разводы, их хорошо отмывают специальные шампуни для обуви. Есть сейчас и такие. Что касается домашних питомцев, то их лучше всего выгуливать в специальной обуви. До тех пор, пока солевые смеси, хлориды, эффективный и относительно недорогой способ превратить лед в жидкость, горожанам с этим придется мириться. Несмотря на все недостатки. Олег Глухих, Михаил Витринский, Алексей Кудрявцев, Наталья Калышева. Вести.